Волейбольный клуб «Газпром Югра» сегодня провел первую предсезонную тренировку. С начала недели команда прошла медосмотр, а с утра в среду уже в почти полном составе занималась на стадионе «Спортивное ядро». По сравнению с прошлым розыгрышем чемпионата России в составе «Сургутян» остались 7 человек. Это Дмитрий Макаренко, Никита Алексеев, Кирилл Костыленко, Дмитрий Красиков, Алексей Кабешов, Иван Рапавко и Раджаб Шахбан Мирзаев. К ним примкнули 6 новичков – Вадим Ажиганов, Севолод Абрамычев, Кирилл Пиун, Никита Нагаец, Владислав Дьяков и Антон Ботин. Со дня на день ожидается приезд из Санкт-Петербурга Кирилла Ионова. Готовить «Газпром Югру» к наступающему сезону будет новый тандем наставников. Старшим тренером назначен Александр Горбатков. Помогать ему будет завершивший карьеру 7 лет назад Денис Горкушенко. Предложение помощникам поступило буквально месяц назад, когда уже команда была укомплектована. Этим составом мы и должны, и обязаны попасть в первую восьмерку в чемпионате. То есть именно в плей-офф за первое восьмое место, то есть за медали бороться. Потому что да, там есть пять команд, которые посильнее выглядят и по составу, и по всему остальному. А остальное, то есть все в наших руках, и состав, я думаю, что позволяет добиться именно таких целей. Сургутская команда первые полторы недели будет заниматься исключительно набором физической формы на стадионе, в тренажерном зале и бассейне. Лишь в начале августа приступят к упражнениям с мячами. Через месяц «Газпром Югра» планирует принять участие в товарищеском турнире. Он пройдет в Уфе. Спарринг-партнерами станут «Урал», «Нова» и «Оренбургский нефтяник». А в сентябре сургутян ждут первые официальные игры сезона на Кубок России, где нашими соперниками по группе будут «Зенит», «Казань», «Белогорье» и все тот же «Нефтянник». Прошлый сезон «Северяне» закончили на 11 месте. В этом стоит задача подняться выше. Сделать это будет сложно. Суперлига расширена. Теперь в ней не 14, а 16 команд. Из элитного дивизиона никто не вылетел. Наверх поднялась новакуйбышевская «Нова», триумфатор высшей лиги. Также добавится и белорусский коллектив. Еще одной особенностью турнира станет гораздо меньшее число легионеров. В этом новый ставший тренер «Газпром-югры» видит как плюсы, так и минусы. Когда есть игрок молодой, видит, что приехала звезда, которая играет где-то, может быть, лучше, ты стремишься, хочешь ты этого, не хочешь, ты стремишься туда, подтянуться к нему, обыграть его. Где-то здесь мы потеряем. Но, вы знаете, все равно свои, значит, у нас люди, спортсмены, свои молодые кадры, они растут. И чтобы сказать, такое вот, знаете, стало у нас там послабее. Нет, каждая команда, 16 команд сейчас расширилась лига. Старички, они пытаются остаться, пытаются зацепиться, они себя держат в тонусе. Молодые хотят их выбить. Получится, не получится, мы посмотрим. Продолжение следует...